У фермера Игоря Спиридовича все просто. Собрать заказ, доставить по назначению, улыбнуться клиенту. У фермера Игоря Спиридовича все сложно. Если сразу не найти офис, в котором работает заказчик, он сам опоздает на работу и попадет в немилость к руководству. Здравствуйте. Привезли вам. В магазинах мы не всегда знаем, насколько свежий товар и какое качество товара. Здесь получается то, что домашние, привезли свежие. Первый заказ. Перепеленные яйца, говорят, очень полезны для желудка, если есть сырыми, а еще яйца куриные и козье молоко. Все с фирменной упаковкой, красиво, стильно, при этом совсем недорого. Мы сравнивали цены на центральном рынке в полтора, а то и два раза дороже. Квота свершилась. Наконец-то интернет-магазин заработал. У нас появилась первая доставка. Сейчас все вот эти моменты рабочие мы отрабатываем. И думаю, что уже к весне у нас будет все отлажено. Это пока они упражняются на яйцах и молоке, свежих фермерских продуктах. Весной у фермеров с передовищей начнется полноценный сезон торговли живой птицей и инкубационными яйцами. К тому времени сайт должен быть уже раскручен, а их торговая марка «Птичий дворик» примелькаться потребителю. Впрочем, первые результаты продвижения есть уже сейчас. Вот он, наш магазин, на первой страничке Яндекса. На самом деле задача у нас была несложная в связи с тем, что оказывается конкуренция на рынке фермерских продуктов в Красноярске очень низкая. Оказывается, мало кто, если они есть какие-то фермерские продукты, какие-то там фермерская птица, которая разводится, она на самом деле, ну вот в интернете никак не представлена. Сюжет уже готовили к эфиру, как вдруг на сайт упал еще один заказ. 36 птенцов, индюша от разных пород. Отправится из «Птичьего дворика» фермеров Спиридовичей прямо в Бурятию на чью-то новую ферму. Но, наконец-то, гора с плеч. Наш проект, мило попискивая, пошел по стране. Значит, все не зря. Виктор Самусенко, Андрей Крупнов, Павел Пателицын. Новости.